Сколько маленький Коля помнил себя во мне, он всегда был голодный. Он никак не мог привыкнуть, приладиться к голоду. У него болившиеся глаза сердиты поблескивали. Постоянно искали добычу. Черноволосый, нестриженный, с ерошиной, с проступающими лёгышками. Он был похож на маленького и схудалого волчонка. Он тянул в рот всё, что было съедобным. Щабель, вяжущие ягоды черёбки, какие-то корни, дикие ясные ёблоки, простите на их кислые и громкие. Дома ему добавили болтанку и хлеб. Мать добавляла куб веники, вымолоченные у тёлки бросок. И хлеб был тяжёлый, вязкий, от него пахло сырой глины. Но и этот хлеб голодный мальчонка съедал мгновенно, жадно посапывая раздутыми ноздрями. Один раз за всю войну он наелся хлеба в тосты. И хлеб был неизбельников, настоящий! Его принесли с собой наши автоматчики. Они вошли в хату ночь. Их тяжёлые шенели, избитые сапоги были из вас на чем-то бегом. Их посфористировали в полутне, словно пьем на лепь и хлопли снега. А на дворе шёл дождь. Бойцы пришли не из степи, а спустились с меловых гор. Спуск был трудным, и они измазались милой. В тёплой хате от солдат шёл банный пар. Сразу запахло табачным дымом, мокрыми портянками, ременной кожей и ароматным, свежим жидником, который они выкладывали на стол. От ночных гостей хате стало тесно, как и в вокзале. И маленький Коля почувствовал себя не тонким. Он забил себе в угол и опасно наблюдал за пришельцами. И тут его заметил скуластый солдат, прихрамывающий на левую ногу. Он помонил себе Колю. «Эй, хозяин, пойди-ка сюда, хлебушка хочешь?» Мальчик, он захотел скрипнуть «Хочу! Хочу!» Но Колю откатил пол. Он не мог произнести ни слова. И молча сглатывал смену. «Ты, наверное, плотно поужинал?» Поле растерянно заморгал. А скуластый солдат разлицал мешок и сунул ему в руку большой кусок хлеба. У голодного мальчика загружилась голова. Он вскарабкался на печку, зажмурил глаза и припал к хлебу. Он дышал к хлебу, ласкался к нему, согревал его руками и щекой. Он откусывал то мяки, что с веселым азартным грыскорком. И покойная сытость сладко разливалась по всему телу. Коля подобрел от хлеба, как взрослый, но перед порой от вина. Ему казалось, что все вокруг хлебное. И не шит он на хлебе, и под головой у него мягкий хлеб, и покрыт он теплым хлебом. Он уснул, и всю ночь ему слился хлеб. Когда война подходила к концу, мать посеяла на огороде полоску пшеницы. Вскоре из земли проклюлись ромкие исходы. Они были похожи на траву. Мальчик пожевал травеньку и не почувствовал хлебного вкуса. Хм, трава как трава. Может быть, никакого хлеба и не будет? Но трава начала сворачиваться в трубку. Скоро наш хлеб зацветет, говорила мать. И все ждали, и Коля ждал. И ему на память приходил свежий солдатский шик и счастливая хлебная ночь. Которая то ли была на самом деле, то ли приснилась. Коля ждал, что хлеб зацветет голубыми цветами или алым маковым цветом. А может быть, как вишня покроется белой метелицей. Вот так и не заметил, как цветет хлеб. Появились колосья, глазастые, голубоватые, чуть запотевшие. Потом полоска стала соломой. Когда собрали первый урожай, бабушка на радостях испекла два коржа величиной с подсолнух. Коржи были пахучие, румяные. Бабушка смазала их масляным перышком и посыпала солью, крупной, как толчаное стекло. От коржи шел жар, и они сметились, как во маленьких посоленных солнце. Мальчик сидел перед столом, и его глаза приросли к оржаму. Он ждал, когда ж ему гостят. И вдыхал в себя теплый дух испеченного хлеба. Он едва стерживался, чтобы не протянуть руки и не взять без спроса завидное лакомство. Наконец к нему подошла бабушка и сказала. Внучок, ответ лишь моего коржа. Какая-то средная пушина сработала внутри. Руки мгновенно упрямились, держу пальцы, крепко шаги ему. И потянули коржи. Корочка обшигала луну, соль щипового языка. Нотри разбывались, боясь упустить толик и вкусного запаха. Нет. Корж был ту вкуснее солдатского жилка. Но он тарел с неудержимой силой. И вскоре в руках мальчика остался тоненький полумесяц. Но и его вскоре не стало. Коря облезал ногу, облезал пальцы и тяжело вздохнул. А второй корж, румяный, целёженький и наверняка ещё более вкусный, лежал на столе и призывно улыбался всей своей рожицей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...